Беседа двадцать пятая, страница двести двадцать четвертая. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня, и еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили, уже не по своим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. По прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Иоанна 6, 4 глава, 40-43 стихи. Нет ничего хуже зависти и ненависти, нет ничего бедственнее тщеславия. Они обыкновенно губят бесчисленные блага. Иудеи, имевшие и большее, чем самаряне, знания и воспитанные пророками здесь, оказались ниже самарян. Самаряне, по одному свидетельству жены, уверовали и, не видя никакого чуда, пришли просить Христа, чтобы он остался у них. А иудеи, видевшие и чудеса, не только не удерживали его у себя, но даже отгоняли и все делали так, чтобы совершенно удалить его из страны своей. Хотя и пришествие его совершилось собственно для них, но они гнали, тогда как самаряне просили, чтобы он прибыл у них. Итак, скажи мне, уже ли не следовало идти к ним, когда они просили и требовали того, и оставаясь у тех, которые зло умышляли и отвергали его, не отдавать себя людям, возлюбившим его и желавшим удержать его при себе? Нет, это было бы недостойно его промышления. Поэтому-то и принял Христос их просьбу, и прибыл у них два дня. Они хотели бы навсегда удержать его, как видно из слов евангелиста, умоляли его, чтобы остался у них. Однако он не допустил этого, а только два дня оставался у них. И в эти дни еще многие уверовали в него, хотя и нелегко, казалось бы, им было уверовать, потому что и чуда никакого не видели, и были во вражде с иудеями. Но как они правильно судили о его учении, то это не препятствовало им. Но напротив, они возымели такое о нем понятие, которое было выше этих препятствий, и на перерыв более и более показывали ему свое удивление. Жене они говорили, не по твоим словам веруем, но сами убедились, что он воистину есть Спаситель мира Христос. Ученики превзошли учительницу. Они иудеев могли бы по справедливости судить, и потому что уверовали, и потому что приняли Христа. Иудеи, о которых он прилагал всевозможные попечения, часто бросали в него камни. Напротив, самаряне привлекали его к себе, хотя он и не к ним шел. И после чудес остаются неисправимы. А эти без чудес показали великую веру в него, и то именно составляет их честь, что без чудес уверовали. Иудеи же не переставали требовать чудес и искушать его. Так во всем нужна благонамеренность души. Если коснется такой души истина, то удобно овладевает ею. А если не овладевает, то это происходит не от слабости самой истины, а от неразумия души. Так и солнце, когда касается чистых глаз, то легко освещает. Если же не доставляет света, то это знак не бессилия солнечного света, а болезни глаз. Но послушай, что говорят самаряне. Знаем, что он воистину спаситель мира, Христос. Видишь ли, как скоро они поняли, что намерение Христа было привлечь к себе вселенную. Что он пришел совершить общее спасение и хотел не одними иудеями ограничивать свое промышление, но всюду посеять свое слово. Не так поступали иудеи. Но свою правду думали поставить выше правде Божией, не повинуясь ей. Римлянам 10.3. Самаряне исповедуют, что все люди виновны. Так как, выражая учение апостольское, что все согреши лишены славы Божией, чтобы принять даром благодать Его по благодати. Римлянам 3.23. Говоря спаситель мира, самаряне, конечно, разумели мир погибший. И не просто спасителя. Но в делах весьма великих. Потому что многие приходили спасать. И пророки, и ангелы. Но истинный спас этот, говорят самаряне, тот, кто подает истинное спасение, а не временное только. Таков дух искренней веры. Поэтому и в том, и в другом отношении самаряне достойны удивления. Во-первых, что уверовали. Во-вторых, что уверовали без чудес. Таких и Христос ублажает, говоря, блаженны, не видевшие и уверовавшие. Иоанна 20.29. Притом они уверовали искренне, хотя жена говорила им еще с сомнением. Не он ли Христос? Но они не говорят подобное ей. И мы предполагаем это. Или и мы так думаем. Но говорят, знаем. И не просто, что он воистину спаситель мира. Не как обыкновенного человека исповедали они Христа. Но как истинного спасителя. Кого же они видели, спасенного Христом? Они слышали только слова его. А говорят так, как будто видели многие и великие чудеса. Но почему евангелисты не говорят нам, о чем беседовал с ними Христос? И что так было дирно для них? Знаю, что евангелисты многие из великих изречений его опускают. Но все объясняют самым исходом дел. И здесь Христос своим словом обратил к себе весь народ и целый город. А где люди не убеждались его словами, там евангелисты вынуждены были излагать его учения, чтобы из-за нерадения слушающих не подверг кто-нибудь осуждению проповедующего. По прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. 43-44 стихи. Почему это прибавлено? Потому что он не пошел в Капернаум, но в Галилею, а оттуда в Кану. А чтобы ты не изыскил, почему он у своих не остался, а у самарян? Евангелист представляет ту причину, что его там не слушали. Поэтому и не пошел туда, чтобы не было им за это тем большего осуждения. 226. А Отечеством его, я думаю, здесь называется Капернаум. Что действительно там не было ему чести. Послушай, как он сам говорит. И ты, Капернаум, до неба вознешися, да, да не звергнешься. Лука 10-15. Отечеством же своим называет он Капернаум, или по отношению к своему воплощению, или потому, что большей частью там пребывал. Что же, скажешь ты, не видим ли мы, что многие у своих пользуются честью? Видим, конечно. Но по редким случаям не должно судить. Если некоторые люди были почитаемы в своем Отечестве, то в чужом гораздо более. Потому что привычка заставляет относиться пренебрежительно. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видевши все, что он сделал в Иерусалиме в праздник. Ибо и они ходили на праздник. 45 стих. Видишь ли, что люди наиболее охуждаемые оказываются тем более усердными к нему. Один говорил, из Назарета может ли быть что доброе? А другой, испытай и увидишь, что от Галилея не приходит пророк. И это говорили в упрек ему, потому что многие думали, что он из Назарета. Поносили его также именем Самарянина. Говорили, Самарянин ты и бес в тебе. Но вот в Сыду Иудеев и Самаряне, и Галилеяне веруют в него. Самаряне, однако, оказывается еще лучший Галилеян. Самаряне приняли его по одному свидетельству жены, а Галилеяне тогда уже, когда увидели совершенные им чудеса. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он услышал, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти исцелить сына его, который был при смерти. Стих 47-48 Этот муж или был от рода царского, или имел какого-либо достоинства власть, так царским называемое. Некоторые думают, что это тот самый, о котором сказано у Матфея. Но что это другое лицо видно не только по достоинству, но и по вере. Тот, когда Христос сам хотел прийти к нему, просил его не ходить. А этот, хотя Христос и не обещал ему ничего такого, увлекает его в дом свой. Тот говорит, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь дома моего. Матфея 8-8 А этот даже понуждает, говоря, «Приди, пока не умер отрок мой, сын мой». Так же у Матфея Иисус, сошедший с горы, приходит в Капернаум, а здесь муж сарев приступает к нему, когда он пришел из Самарии, и не в Капернаум, а в Кану. У того отрок лежал в расслаблении, а у этого в горячке. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудея, в Галилее пришел к нему и просил его прийти. А что же Христос? Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Однако и то уже показывало веру, что он пришел и просил. Да и после свидетельствует об этом евангелист, говоря, что когда Иисус сказал, «Пойди, сын твой здоров!» Он поверил, слову которой сказал ему Иисус, и пошел. Что же значит слова Христовы? Он сказал их или в похвалу самариан, так как они уверовали в него без чудес, или в упрек мнимому своему городу Капернауму, откуда был тот человек. Так и другой некто, упоминаемый у Марка, говорит «Веруй, Господи, помоги моему неверию!» Марк 9, 23. Таким образом, хотя он и веровал, но не совершенно и не твердо. Это видно из его любопытства и о том, в котором часу болезнь оставила его сына. Он хотел дознать, случилось ли это само собой или по повелению Христову. Когда же узнал, что это случилось накануне, в час седьмой, то уверовал и сам, и весь дом его. Видишь ли, что он тогда уверовал, когда слуги ему сказали, а не тогда, когда сказал Христос. Итак, Христос обличает мысль его, с которой он пришел и говорил такие слова. А таким образом, еще больше привлек его к вере, потому что прежде чуда он не очень расположен был к вере. Но что он приходил и просил Христа, в этом нет ничего удивительного. Потому что родители, по великой любви к детям, обыкновенно обращаются не только к таким врачам, которым совершенно доверяют, но совещаются и с теми, на которых немного надеются, не желая ничего упустить. Притом этот человек только случайно приходил ко Христу, когда Христос пришел в Галилею, тогда только узнал его. А если бы он крепко веровал, то не поленился бы, как скоро сын был при смерти, прийти в Неудею. Если же боялся, то и это неизвинительно. Но заметьте, как и самые слова, обнаруживают слабость этого человека. Следовало бы, если не прежде, то по крайней мере после обличения его мысли получить высокое понятие о Христе. Между тем смотри, как он еще присмыкается долу. Встань, говорит, пойдем, пока не умер сын мой. Как будто Христос не мог бы воскресить его, если бы отрок и умер. И как будто бы Христос не знал, каково состояние отрока. Поэтому-то Иисус и обличает его и касается самой совести, показывая, что чудеса делаются главным образом ради души. Здесь он исцеляет и Отца, немоществующего душой, не меньше сына, научая нас внимать ему не ради чудес его, а ради учения его, потому что чудеса совершаются не для верных, а для неверующих и грубых людей. 229. Тогда этот человек от скорби не очень внимал словам Спасителя. Разве тем только, которые касались его сына. После же он должен был усвоить себе сказанное и получить от этого величайшую пользу. Так и случилось. Но почему Христос к сотнику сам добровольно обещал прийти, а здесь ей назов не идет? Потому что у сотника вера была совершенна. И Христос обещал прийти к нему, чтобы мы знали благонамеренность этого человека. К этому же не пошел, потому что он был еще несовершен. А так как он всячески понуждал Иисуса, говоря, «Приди», еще не понимал ясно, что он отсутствие может исцелить, то Христос показывает, что и это ему возможно, чтобы тот с самого посещения Иисусова узнал о нем то, что сотник знал сам с тобою. Когда же сказал, «Если не увидите знамений моих, то не будете иметь веры». Этим выразил следующее, «Вы еще не имеете надлежащей веры, но еще относитесь ко мне как к какому-либо пророку». Итак, открывая себя самого и показывая, что в него должно веровать и без чудес, он сказал здесь то же, что говорил Филиппу, «Не веруешь ли, что я в отце и отец во мне?» Если не... Слова, которые говорю я вам, «Говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Иоанн 14, 10, 11. «На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров!» Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его, из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров!» И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворило Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею». Видишь ли, как открылось чудо? Не просто, не обыкновенным образом отрок избавился от опасности, но вдруг, так что очевидно, это произошло не естественным порядком, а силою Христовую. Отрок, находясь при самых дверях смерти, как выражал это и сам отец, сказал, «Встань, пойдем, пока не умер отрок мой». Вдруг освободился от болезни, что возбудило внимание и домашних слуг. Вероятно, они вышли на встречу не для того, только чтобы возвестить, но и потому, что пришествие Иисуса считали уже излишним. Они ведь знали, что господин их пошел к Иисусу. Почему и встретились с господином на том же пути? Тогда-то человек этот, освободившись от страха, преклоняется, наконец, к вере. Но желая показать, что это было следствием его путешествия, он заботится и о том, как бы ни сошли его труда излишним. Поэтому-то все тщательно хочет разузнать. И уверовал сам и весь дом его. Доказательства чуда не подлежали уже никакому сомнению. Хотя слуги его не присутствовали там, не слышали беседы Христовой, не знали даже времени, когда она была. Однако, узнав от господина своего, что это было в то самое время, когда исцелен отрок, имели уже несомненное доказательство силы Христовой. Поэтому и они уверовали. Чему же из этого мы научаемся? Не ожидать чудес, не искать залогов Божьей силы. Я вижу, что и ныне многие тогда только делаются более благочестивыми, когда или в страданиях сына, или в болезни жены получат некоторое утешение. А надобно и не получая утешения, всегда равно благодарить и славить Бога. Таково свойство рабов благомыслящих. Рабам верным и любящим, как должно своего Господа свойственно прибегать к нему не только тогда, когда он милует их, но и когда наказывает. И последнее, есть дело божественного промышления. Ибо Господь кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям 12.6. Кто служит ему только тогда, когда находится в безопасности, тот показывает этим еще небольшой знак любви и нечисто любит Христа. Но что я говорю о здравии, изобилии благ, бедности или болезни? Если бы ты даже о гиене не услышал или о другом каком-либо бедствии, и тогда не переставай славословить Господа. Все надо б натерпеть и переносить по любви к нему. Это долг рабов верных и души непоколебимой. Поступающий таким образом и настоящие скорби легко перенесет, и будущее получит благо, и великое дерзновение будет иметь перед Богом, чего и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.